Вот такой у нас дождь льёт 26 августа и плюс 18. Бежим и мы с вами в библиотеку домашнюю почитать Дон Кихота. Глава 48. В кой канонник продолжает рассуждать о рыцарских романах, равно как и о других предметах, достойных его ума. Вы совершенно правы, сеньор канонник, сказал священник, и потому-то авторы рыцарских романов и заслуживают особого порицания, ибо они не сообразуются со здравым смыслом и не подчиняются правилам искусства, руководствуясь коими они могли бы прославляться в прозе, подобно как в стихах прославлялись два столпа поэзии – греческой и латинской. «Я, по крайней мере, поддался искушению написать рыцарский роман, соблюдая все перечисленные мною пункты», – объявил канонник. «И, признаться, сказать, написал я более ста листов. А дабы удостовериться, правильно ли я оцениваю свой труд, я читал его любителям такого чтения, и не только людям образованным и умным, но и невеждам, для которых послушать какую-нибудь нелепицу – первое удовольствие. И все отзывались о нем с похвалой. Но со всем тем продолжать я не стал. Во-первых, я полагал, что сам мой этого не позволяет. А во-вторых, я удостоверился, что дураков на свете больше, чем умных. И хотя похвала горсточки знатоков стоит дороже на смешек собрания глупцов, однако я не желаю зависеть от невразумительных суждений суетной черни, которая главным образом и читает подобные книги. Но окончательно охладел я к роману и отказался от намерения его продолжать после того, как меня навели на размышления комедии, которые теперь играются. Известно, говорил я себе, что все, или во всяком случае, большинство современных комедий, основанных на вымысли, равно как и на событиях исторических, гниль, и что в них нет ни складу, ни ладу. А между тем чернь смотрит их с удовольствием, одобряя их и признает их хорошими, хотя они отнюдь не заслуживают подобных оценок. Авторы, которые их сочиняют, и актеры, которые их представляют, говорят, что иными они и не должны быть, ибо чернь любит, где их такими, каковы они есть, и те, в которых есть связь и в которых действие развивается, как того требует искусство, удовлетворяют, мол, двух-трех знатоков. Все же остальные, их мастерство, ни в коня корм, и что авторам и актерам кусок хлеба, который им дает большинство, важнее мнения немногих. Следственно, то же самое получится и с моим романом. Я буду ночи напролет карпеть, только чтобы соблюсти указанные правила, а в конце концов выйдет, что я вроде того портного, который со своим прикладом шьет и за работу денег не берет. И ведь я неоднократно пытался убедить актеров, что они неправильно придерживаются взгляда, и что они привлекли бы больше зрителей и славы, было бы у них больше, если бы они представляли комедии, написанные по всем правилам искусства, а не всякую дребедень. Но они закоснели и уперлись на своем, так что никакие доводы и даже самая очевидность их не разумляет. Помнится, как-то раз я сказала одному из этих упрямцев, скажите, вы помните, что назад тому несколько лет в Испании были играны три трагедии одного знаменитого нашего писателя, и они изумили, привели в восторг и потрясли всех зрителей без исключения, и необразованных, и ученых, и избранных, и чернь, так что три эти трагедии дали актерам больше сборов, нежели 30 лучших комедий, игранных впоследствии. Ваша милость уж верно разумеет Изабеллу, Фелиду и Александру, сказал директор театра. Именно, подтвердил я. И заметьте, что правила искусства в них тщательно соблюдены. Но это, однако же, не помешало им стать тем, чем они стали. И всем понравится. Значит, виновата не публика, которая якобы требует вздора, а те, кто не умеют показать ей что-нибудь другое. Ведь не дребедень же наказанная неблагодарность, но мансия, влюбленный купец, благородная соперница и некоторые другие комедии, принадлежащие перу поэтов, просвещенных и принесшие славу и почет сочинителям и доход тем, кто в них участвовал. Долго еще я с ним разговаривал, и он, по-видимому, был слегка смущен, но не удовлетворен моими доводами и не разбужен, и так и остался при ошибочном своем мнении. Сеньор Каноник, вы, ваша милость, затронули предмет, пробудивший во мне давнюю неприязнь к нынешним комедиям, не менее сильную, чем к рыцарским романам, сказал на это священник. Ведь, по словам Тулия, комедия должна быть зеркалом жизни человеческой, образцом нравов и олицетворением истины, между тем, как нынешние комедии суть зеркала бессмыслицы, образцы глупости и олицетворения распутства. В самом деле, что всем случае может быть несообразнее, когда в первой сцене первого акта перед нами дитя в пеленках, а во второй – это уже бородатый мужчина? Что может быть нелепее изображать старика отважным, а юношу – молодушным, слугу – риттерам, пожа-советникам, короля чернорабочим, принцессу – судомойкой? А что можно сказать о соблюдении времени, в течение коего могут или же могли бы произойти изображаемые события? Я видел одну комедию, так там первое действие происходило в Европе, второе – в Азии, третье – в Африке, а будь в ней четыре действия, то четвертое уж верно происходило бы и в Америке, и таким образом ни одно из четырех частей света не было бы забыто. Если подражание природе есть основа комедии, то какое же удовольствие может получить даже самый ограниченный ум, когда действие комедии происходит во времена королей Пипина и Карла Великого, а главный его герой – император Ираклий, который подобно Готфриду Бульонскому идет к крестовым походам на Иерусалим и завоевывает гроб Господень, хотя этих героев разделяет бесчисленное число лет. И если же комедия зиждется на вымысли, то зачем мешать с ним события исторические, да к тому же еще произошедшие в разные времена и с разными людьми, и все это без единой правдоподобной черты, напротив, с явными ошибками, совершенно недопустимыми. А хуже всего, что находятся невежды, которые утверждают, будто это верх совершенства и будто желать чего-то другого значит искать птичьего молока. Ну а комедии божественные? Сколько тут напридумано чудес, которых никогда и не было, сколько событий апокрифических, сколько тут всего напутано, вроде того, что чудеса одного святого приписываются другому. Да и в комедиях светских сочинителей осмеливаются изображать чудеса только на том основании и из тех соображений, что чудеса, и как это у них называется, превращение, сильно действуют на воображение невежественного людо и привлекают его в театр. И все это делается в ущерб истине, наперекор истории, и бросает тень на умы Испании, ибо чужеземцы, строго соблюдающие закон комедии, видя наши нелепости и несуразности, почитают нас за варваров и невежд. Скажут, что основная цель, которую преследует государство, благоустроенные, дозволяют публичные зрелища, это доставить обществу невинные увеселения и отвлечь его от дурных наклонностей и праздностью порождаемых. И если, мол, цели эти достигают любая комедия, как хорошая, так и дурная, то и незачем устанавливать правила и стеснять сочинителей актеров определенными рамками, ибо, как уже было сказано, любая из них назначению своему соответствует. И все же это не может служить им к оправданию. Я бы на это возразил, что указанная цель была бы гораздо скорее достигнута с помощью неплохих, а хороших комедий. Посмотрев комедию, замысловатую и отличающуюся искусством в расположении, зритель уйдет из театра, смеясь шутком, проникшись дровоучениями, в восторге от происшествий, умудренный рассуждениями, предостереженный кознями, наученный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в добродетель, ибо хорошая комедия способна пробудить все эти страсти в любой душе, даже самой грубой и невосприимчивой. И само собой, разумеется, комедия, всеми этими качествами обладающая, должна гораздо больше увеселять и забавлять и доставлять гораздо больше удовольствия и наслаждения, нежели качества этих лишённых. А таковы почти все в современной комедии. И поэты, и сочиняющие, тут ни при чём, ибо некоторые прекрасно видят свои недостатки, отлично понимают, как должно писать. Но беда в том, что комедия нынче превратилась в товар. И авторы говорят и говорят сущую правду, что иного сорта комедию ни один театр у них не купит. И по всему обстоятельству поэт приноравливается к требованиям того театра, который его произведение покупает. В доказательство можно сослаться на бесчисленное множество комедий одного нашего счастливейшего писателя, исполненных такого блеска и изживости, столь изящным стихом написанные, содержащие в себя столь здравые рассуждения и столь глубокомысленные изречения, наконец, самый слог, которых до того, до такой степени изыскан и высок, что слава о них идёт по всему свету. И всё же из-за того, что автор желает угодить вкусам актёров, далеко не все, а только некоторые из них являют собой первое создание. Прочие же до того небрежно пишут, что после представления актёры из боязни преследования должны бежать и скрываться, как это и бывало уже не раз, когда давалось что-нибудь оскорбительное для короля или же задевающая честь того или иного знатного рода. А ведь подобное безобразие, равно как и многие другие, о которых я говорить не стану, могли бы быть устранены, когда бы в столице кто-либо из людей просвещенных и разумных просматривал все комедии до их представления на сцене. И не только те, которые играны бывают в столице, но и любую комедию, какую только пожелает сыграть где-нибудь в Испании. И без его одобрения, подписи и печати местные власти не дозволяли на сцену ни одной комедии. Таким образом, комедиантам пришлось бы сперва посылать комедии в столицу, зато потом они могли бы уже совершенно спокойно их представлять. А сочинители, боясь строгого суда знатока, стали бы с большей тщательностью и прилежанием над своими комедиями трудиться. И так у нас появились бы хорошие комедии, в полной мере отвечающие своему значению. То есть они увеселяли бы народ, удовлетворяли лучшие умы Испании и обеспечивали доход и безопасность актеров. Власти же были бы избавлены от труда преследовать их. И если бы тому же самому лицу или кому-нибудь другому поручить просмотр вновь выходящих рыцарских романов, то некоторые из них достигли бы того совершенства, о коем ваша милость мечтает. Они обогнали бы наш язык пленительными и бесценными сокровищами красновечия. Так что блеск старых романов померкнул бы при свете только что вышедших и послужили бы невинным развлечением не для одних праздников, но даже для наиболее знатных людей, ибо как тетива лука не может быть постоянно натянута, так же точно и природа человеческая по слабости своей в дозволенном нуждается увеселении. В этом месте беседа каноника со священником прервал цирюльник, нагнав их. Он сказал священнику, сеньор лицензиат, вот то место, где и нам, как я уже говорил, не худо было бы пополдничать, и валы найдут себе пастбище, обильное свежей травою. И я того же мнения заметил священник. Он сообщил о своем намерении канонику. Каноник, прельщенный видом на роскошную долину, который открывался его глазам, сказал, что он тоже здесь остановится. И вот чтобы насладиться этим видом, а также беседуя со священником, к коему он почувствовал расположение, а также чтобы узнать во всех подробностях о подвигах Дон Кихота, велел он нескольким своим слугам дойти до обстоялого двора, находящегося неподалеку отсюда, и принести для всех чего-нибудь съестного. Ибо полдничать он намерен где? Тут. Слуга же ему на это сказал, что обозначенный их мул уж верно теперь на постоялом дворе. Снеди же на нем, дескать, довольна, так что на постоялом дворе придется купить только овса для мулов. Когда так, сказал каноник, отведите туда всех наших мулов, а сюда приведите обозного. Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что священник с цирюльником, которые казались ему подозрительными, отлучились, и что теперь ему самое время побеседовать с Дон Кихотом, приблизился к клетке, где сидел его господин, и сказал, «Синьор!» «Для очистки совести я должен с вами поговорить насчет вашей заколдованности. Дело состоит в том, что вон те в масках никто иный, как священник из нашего села и цирюльник, и мне сдается, что это они из зависти надумали так увести вас, потому славные ваши подвиги не дают им спать. Если же мое предположение справедливо, то выходит, что вас не заколдовали, а оплели и околпачили. В подтверждении сего я намерен спросить у вас одну вещь, и коли вы мне ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один их обман, и поймете, что вы не заколдованы, а просто-напросто спятили. «Спрашивай что угодно, сын мой Санчо», рассказал Дон Кихот. «Я удовлетворю твое любопытство и отвечу на все вопросы. А что касается того, будто те двое, которые едут с нами, священник и цирюльник, наши знакомые, и соотчичи, то вполне может статься, что они тебе таковыми кажутся. Но ты ни в коем случае не должен думать, что это взаправду. И на самом деле так. Ты должен думать и должен понять, что если они по-твоему похожи на священника и цирюльника, значит, те, кто меня околдовал, приняли образ их и подобие. Ведь волшебникам ничего не стоит принять любой образ. Облик же наших друзей они приняли для того, чтобы заставить тебя думать так, как ты на самом деле и думаешь. И завести тебя в лабиринт мечтаний, из которого тебе не выбраться, хотя бы в руках у тебя была тезеева нить. И еще для того они это сделали, чтобы рассудок мой помутился, и я не мог догадаться, откуда на меня свалилось это несчастье. Ибо если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник из нашего села, а с другой стороны, я вижу, что меня держат в клетке, и твердо знаю, что только силам сверхъестественным, но никак не человеческим, дано посадить меня в клетку, то могу ли я что-нибудь еще сказать или подумать, кроме того, что способ, коим меня околдовали, превосходит все, что мне приходилось читать в книгах о том, как очаровывали странствующих рыцарей. И по всему обстоятельству ты смело можешь про это забыть и не думать, ибо они такие же священник и цирюльник, как я турок. А вот ты хотел о чем-то меня спросить, это пожалуйста, я тебе на все отвечу, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра. Пресвятая Богородица, истошным голосом завопил Санчо, неужто вы, ваша милость, такая тупица и такой бестолковый, что вы не понимаете, насколько я прав, и что в вашем пленении и злополучии повинно более коварство, нежели волшебство. Ну да ладно, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не заколдованы. Итак, ответьте мне, и да избавит вас, творец, от этой напасти, и хоть бы вы один прекрасный день очутились наконец в объятиях сеньоры Дульсинеи. Полно тебе заклинать меня, сказал Дон Кихот, спрашивай, что тебе надобно? Я же тебе сказал, что дам самый точный ответ. Об этом я и спрошу, заметил Санчес Панцу, и хочу, чтобы вы мне сказали по чистой совести, ничего не прибавляя и не опуская, как тяательно должны говорить и говорят все, кто подвизается на ратном поприще, как, например, вы, ваша милость, и носит звание странствующего рыцаря, «Ну, говорят тебе». «Я не стану лгать», сказал Дон Кихот, «спрашивай же наконец, честное слово, Санчо, ты мне надоел со своими мольбами, предисловиями, подходами». «А я и говорю, что честность и правдивость моего господина для меня несомненны». Так вот, коль уж к слову пришлось, хочу я вас спросить, извините за выражение, не было ли у вашей милости охоты и желания, когда уже вас посадили в клетку и по вашему разумению заколдовали сходить, как говорится, за большой или за малой нуждой. Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо, выражайся яснее, если желаешь, чтобы я дал тебе прямой ответ. Ну, неужели ваша милость не понимает, что значит малая и большая нужда, да ведь это грудному ребенку ясно. Ну, одним словом я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать нечто такое, чего нельзя избежать? А, понимаю, Санчо, много раз, и сейчас вот хочется, пожалуй, выручи меня из беды, а то у меня тут не все в порядке.